Действительно, сегодня прогремел взрыв и как раз в районе железнодорожного вокзала был очень мощный взрыв и горел склад боеприпасов. Это склад, который, там может не настолько там патроны и боеприпасы, но это как раз склад, который оборудовали расисты и куда свозили свою амуницию, свою технику. В общем, этот склад был подорван, прогремел очень мощный взрыв и пожар наблюдался и задымленность очень долгое время. Это как раз там горючесмазочные материалы, это склад расистов, который был вот точно уничтожен. Тут же российские пропагандистские каналы на оккупированной территории начали разгонять историю, что нет, никакой тут победы нет, никакой склад у нас не уничтожили. Там просто это склад пластика, который загорелся. Ну, все их оправдания. Сам загорелся, конечно, да? Да, сам загорелся, сам взорвался. В общем, пластик так еще не взрывался ни в одной стране мира, как у оккупантов. Поэтому вот как раз вот работа нашего партизанского движения, мы видим, она с каждым днем усиливается, с каждым днем набирает обороты. И как раз вот эти склады оккупантов, они будут гореть и уже горят по всей оккупированной Херсонщине, и никуда они не денутся. Поэтому и с тыла, и с линии фронта планомерно выбиваем оккупантов, планомерно освобождаем нашу родную Херсонщину. И как бы они не оправдывались, ну, слушайте, ничего у них не выйдет, потому что у них путь один. Все их склады будут гореть в тылу. В тылу наши партизаны будут уничтожать все их боеприпасы, боекомплекты, ремонтные базы техников, техники. А в координации с нашими вооруженными силами туда еще будут прилетать точные ракеты. Поэтому выход у оккупанта один, побыстрее убраться с нашей родной земли, либо они будут отправляться в ад.